Привет, Атотунгус и проект на пятерочку. Сегодня мы с Даниэром Разиевым посетим новое заведение, которое только недавно появилось в Алма-Ате. Оно называется Тетрати. Находится на перекрестке, получается, что это у нас с Атпаева. По Крусинам, а чуть не с Атпаев. Пойдемте. Ничего, пиво, да? Мы ради этого и пришли сюда, ради третьей бесплатной прыжки. Понимаю, вы из нынешних коллективов, которые играют там что-то около Пангкок. Видимо, самые старые, кто остался у нас в Казахстане, ну, кроме адаптации. Ну, за старого и пи*** можно отхватить, за самую старую, блядь. Самое живучее. Самое старое, как-то звучит мне очень. Первое выступление у нас было в Доме отдыха просвещенец. Мы выступали перед толпой старушек. Пенсионерки со своими детьми, там, внуками сидели в зале. Знаешь, это было похоже на... Помнишь, видео Глут Хаун Гампинга? С темой... Дэй Руф, Дэй Руф. Что-то подобное, блядь. Гитарист Серега Ваганов, Мигланыч, он пытался все сколотить команду в школе еще. Нашел там одного единомышленника, Витальку Адамова, который сейчас в Ростове живет. Ну, я помню, когда я с ними познакомился, первую песню, которую они мне напели, это... Это было что-то, блядь. Сейчас даже вспомню текст. Незаметно крадется вампир-кровопийца, Уживай от твоей теплой крови напиться. Если ты не дурак, если ты хочешь жить, То успей мелом крупный чертить. Жаль, еще надо? Звонил Ермен, ну, на тот момент, но, естественно, его не знали. С предложением сыграть в Октябренске. Ништяк, поехали! На поезде. Помню прекрасно одного типа, С такой оригинальной, очень... С оригинальным прозвищем Судьба. Как? Судьба. Судьба была прикольная. Мы там с его мамой общались, Жарили Сюзьму. Такой, знаешь, семейный ужин. Гости из Алматы, на столе Сюзьма. Мама нам... Ну, было замечательно. У Ермена и его друзей денег-то ниху не было. Это они нам так пообещали, Что дорогу оплатили, жали его оплатили. Прям на концерты Ермен достает шляпу. Давайте скинемся пацанам на обратный путь До Алматы, блин. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Первый раз я себя почувствовал провинциальным подростком. Когда я не смог сделать одну хрень. Познакомились с местными банками, блин. Когда они предложили нам пойти пожрать В Макдональдс. Тогда пойдем с удовольствием. Подходим к Макдональдсу. Они... Ну, журнул с отходами. И давай оттуда все хаваться. Я почувствовал себя провинциальным парнем, я не смог себя пересилить, залезть в эту пораженную, найти чей-то гамбургер и сожрать его. Почему ты уехал и почему вернулся? Ну, уехал в Тахпу, тусоваться на халяву, вернулся, потому что, наверное, я очень люблю Европу и европейцев, для того, чтобы там оставаться жить. Люди просто вишками-пишками, они же не то чтобы не хотят жить там, они не хотят жить здесь. Мне кажется, надо определиться уже, что ты хочешь. Даже несмотря на то, что в этот раз мы заранее позвонили и попросили разрешение снимать внутри, нам, как бы, все равно было отказано. Внутри происходит следующее. Примерно, вот, если вы видели сейчас интерьер летника, то, как бы, выглядит все примерно так же. То есть, это дерево, это приглушенный какие-то такие, ну, приглушенный свет, три маленьких зала внутри. Сейчас там никого нет, ну, и зимой, думаю, будет, наверное, побольше. На середине только открылось. И, в принципе, если они, ну, не понизят планку, то будет достаточно неплохо. У тебя есть какие-то мысли по поводу того, что вообще здесь? Что здесь? Здесь плавленые, креветки жареные, пиво терпимое. Ну, всем спасибо. Это было «На пятерочку». И в гостях у нас сегодня был маньер «Разиль». Спасибо. You're welcome.